Объединяющие нити искусства. Ровно через два месяца в Чебоксарах будет презентована вышитая карта России. Сейчас в столицу Чувашии стекаются фрагменты будущего полотна со всех уголков страны. На данный момент их уже 70. Изюминки каждой работы оценила наш корреспондент Людмила Майкова. Речку Амур вышивал министр культуры Амурской области Крючкова. Она настолько вдохновилась и решила личное участие принять. Проект «Вышитая карта России» близится к завершению. У министра культуры и мастериц горят глаза от масштабов и значимости работы. Очень сложно кого-то выделить. Каждая вышивка уникальна, по-своему прекрасна. Кировская область увидела свой регион в виде задорного петушка. У Краснодарского края целая сюжетная картина, которая буквально излучает солнце. Калининградская область решила отобразить в вышивке актуальную повестку. В самом сердце работы красуется QR-код. Разная подача, разные техники, разные материалы. Ямало-Ненецкий автономный округ использовал при создании вышивки жилы и шерсть бороды оленя. Многоцветие красок и богатство техник на одной из самых масштабных работ, прибывшей к нам из Хантамансийского автономного округа. Золотое и серебряное шитьё – визитная карточка Адыгеи. Это даже не автомат вышивки, это вот именно так, уручную. Я говорю, здесь очень филигранные вот вещи, которые мы в четверг увидели. Я просто была в неком таком культурном шоке. Последний раз карту России вышивали ровно 150 лет назад, в 1872 году. Воспитанницами Московского института благородных девиц была создана вышита карта России, но это была больше географическая карта. И вот мы сейчас создаём вышитую карту России, в которой хотим показать разнообразие и единство разных народов, которые проживают на территории России. Этот день – важный этап в реализации проекта, признаётся министр Светлана Каликова. Больше шести десятков фрагментов вручили мастерицам фабрики Пахатери. Именно их золотыми руками части вышивки будут соединены в единое полотно. Восемь вышивальщиц обещают бережно и искусно подойти к этому делу, которое оказалось для них неиссякаемым источником вдохновения. Главное, чтобы в нашей работе сошлись ещё и контуры, которые нам очень необходимы и очень важны для того, чтобы все лоскуты были, как пазл, сложены просто идеально до миллиметра. Но если что-то пойдёт не так, мы подключим свои творческие способности и сделаем так, что этого никто не заметит. Презентация вышитой карты России пройдёт 12 июня на Красной площади в рамках фестиваля «Песни России». Затем карта отправится в большое путешествие по федеральному кругам страны. Финальная остановка в столице России. Людмила Майкова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.